Здравствуйте! Ну, для начала я хотел бы кое-что зачитать из сайта газеты.ру, ну а потом перейдем к сегодняшней теме такой сборной солянки. Читаю. МИД. Россия добивается от Турции немедленного получения информации об аресте своих граждан. Россия ведет консультации с рядом стран, в частности с Турцией, о том, чтобы немедленно получать информацию об аресте российских граждан. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров, глава, который входит в федеральную пятерку Единой России на выборы в Госдуму на вебинаре «Внешняя политика России. Успехи, вызовы задачи и перспективы», передает ТАСС. Министр напомнил, что у Российской Федерации с большинством государств мира есть консульские конвенции, которые требуют, чтобы при аресте граждан их страны сразу об этом оповещались. Вот сейчас мы с нашими турецкими соседями ведем такую работу, и там есть позитивные сдвиги, потому что до недавнего времени они арестовывали наших граждан в основном по обвинению в причастности к террористической деятельности, сказал он. То есть Лавров. При этом глава МИД добавил, что турецкая сторона в последнее время, пока Россия не занялась этим вопросом вплотную, экстрадировала людей, россиян, обвиняемых в терроризме, причем не в России, а в третьи страны. Опять третьи страны. Что-то мне уже это напоминает. Ну, вы поняли, да, наверное, о ком речь идет. О том молодом человеке с русской фамилией, который летел в Африку транзитом через Турцию. Его там в транзитной зоне задержали турки и передали Азербайджану. Теперь ему инкриминируется участие в подрывных действиях в Нагорном Карабахе. То есть тупость полная. И о чем я говорил по поводу третьей страны. Если вы помните, перед войной и в начале войны, в прошлогодней, в 2020 году, было так. Многие мировые СМИ писали о том, что в Азербайджане воюют сирийские бордачи. Россия подтвердила, но в отличие от своих коллег за рубежом, говорила снова о третьей стране. То есть понятно было, что в Азербайджане, но Россия никогда не называет Азербайджан. То же самое делает Лавров и сейчас. Но перейдем к нашей теме. Как видите, Алиев и Эрдоган не зря торопятся с делимитацией границ. И вкупе с Россией предлагают официально закрепить границы Армении, как геополитической правоприемницы Армянской ССР. Ведь на кону границы Вильсоновской Армении, закрепленной за Соединенными Штатами и Московский договор, который передал армянские земли в пользование туркам и азербайджанцам. И если Пашинян пойдет в очередной раз на поводу у Турции и России, то это будет окончательное предательство. А Армения станет геополитическим аутсайдером в регионе, которой будут пользоваться все, кому не лень. Да и тот самый транспортный узел из Нахичевани в Азербайджан, как вы понимаете, больше нужен Турции и Азербайджану. Нас вполне мог бы устроить север-юг. Но коль мы об экономике, то давайте рассмотрим, отчего так Турция торопится и манипулирует своей марионеткой за Кавказской Азербайджаном. Ведь дело не только в признании геноцида, контрибуциях, земельных уступках. Армяне для турок это как кость в горле. И кость такая тонкая, острая, я бы сказал, рыбья. Многие говорят об областях армянских на территории Турции. Но есть и отдельные объекты, о которых тоже нужно говорить. Ведь мы имеем дело с коварным врагом. Азербайджан нам не страшен, отнюдь. Страшен тот, кто у него за спиной. А за спиной те, кого в некотором смысле мы сами и породили. Два года назад на YouTube-канале Антитопор был выпуск «Турция руками армян», где были представлены величайшие деятели Османской империи, которые наделили эту самую империю буквально всей культурологической и дипломатической основой. Каждый из вас после просмотра этого видео может вбить в окошки название «Турция руками армян» и посмотреть. Никакой отсебятины. Ссылочки представлены. Плоть до турецких. Там рассказывается о людях, которых тех же турок и нотной грамоте обучали, и театральному искусству, и дипломатии, и даже их собственному языку. Да-да, как ни странно. Имеется в виду, что на латинскую грамоту их армянин перевел, создал первые словари турецкого на европейские языки. Короче говоря, там много всего. Даже многого и нет, я бы сказал. Например, один из авторов современного турецкого гимна «Истеклал марш независимости». Тоже армянин, композитор Эдгар Манас. Короче говоря, посмотрите. Посмотрите, и на этот раз я бы хотел рассказать о другой армянской составляющей Турции, экономической. И как мне кажется, турки единственный в мире народ, расселившийся на землях Византии, на землях греков и армян, впитавший у своих учителей не только большую часть культуры, смешав ее с арабской и немного тюркской, так как кочевничья культура более скудная. Но еще турки оказались грабителями. Грабителями и убийцами. Когда я говорю «турки», подразумевая, конечно же, турецких политиков, так как глупо говорить о каком-либо народе в совокупности, придавая им положительные или отрицательные черты поголовно. Известно, турки расправились с коренными народами современной Турции в конце 19-го, начале 20-го века греками и армянами. Но этого оказалось мало. Не признавая свои злодеяния, Турция оправдывает действия предков. Ведь уничтожены не только люди, но и памятники, наследие. В конкретном случае я буду говорить только об армянах. Так как, если и о греках сказать, то выпуск получится немалым хронометражом. Грабители и убийцы. Тема, о котором я поведаю. Например, всем нам хорошо известная база ВВС США и Турции, то есть база НАТО в Инджерлике, расположена на территории, которая принадлежит армянам. Законно принадлежит и до сих пор принадлежит. Эта территория была конфискована правительством Османской империи во время геноцида армян. Здесь находилось старое и действующее армянское кладбище, рядом церковь и дома зажиточных армян, в основном предпринимателей, а также ряд мануфактурных производств. Часть населения было истреблено, другая часть угнана в сирийскую пустыню. Кладбище было снесено сразу же по окончании Первой мировой. Дома и фабрики захвачены членами семей губернаторов и мэров. А в 1943 году снесены и дома, так как здесь началось строительство военной базы. Сначала для турецких войск, позже в конце 50-х для американцев. Получается, что база эта незаконна. И Турция знает, что в случае признания своих злодеяний придется расплачиваться крупной суммой за пользование этими самыми территориями натовской базой. Повторюсь, база в Инджерлике – частная собственность наследников изгнанных и убитых армян. А я напомню, по законодательству Турции, одно только кладбище может быть демонтировано только через 55 лет после последнего захоронения. Но оно было снесено через 8 лет. Это вторая причина, что база НАТО в Инджерлике незаконно конфискована и принадлежит армянам. И таковых немало по всей Турции. Например, президентский дворец Чанкая-Кюшкю и нынешняя резиденция главы Турции принадлежали Аганессу Касабяну. Весьма богатому человеку он спасся и есть у него наследники. Также аэропорт Дьяр-Бекир. Здесь также находится военная авиабаза и общественный аэропорт. Вся эта территория принадлежала семье армянского предпринимателя Александра Басмачана. Кстати, в 2012 году американка Звар Цунджан заявила, что она владеет земельным документом в собственность аэропорта и правом наследования. Она заявила, что земля когда-то принадлежала семье Басмачан, ее родственнику, и была экспроприирована у них после того, как они были депортированы во время геноцида армян. Затем сообщалось, что собственность была конфискована государством на время проведения кадастровых работ. На армянских костях также находится в Стамбуле площадь Таксим. На месте армянского кладбища вместе с городским парком, одноименным Таксим-Гязи. И до сих пор, когда проводятся строительно-эксплуатационные работы на площади и парке, строители находят старинные армянские надгробные плиты. Только представьте, сколько таких плит под брендовыми отелями на Таксиме. Диван-отель, Хайат-отель, Хилтон. Страна на костях. Это крупные объекты. А представьте, сколько всего по мелочи было конфисковано. К примеру, вот на фотографии первой половины 20 века излюбленным занятием турок было собираться на аукционах, где выставлялось имущество армян. Ковры, вот как на этом фото, и другие частные собственности. Все это уходило с молотка за бесценок. Поэтому, когда я говорю о том, что это государство вор и убийца, то это в самом прямом смысле. И его детище в Закавказье, такое же государство-убийца. Отрыжка Турции. Тоже происходит и сейчас в Арцахе, в тех местах, где проживали армяне, а эти территории отошли Азербайджану. Россия, ты хорошо подумала, с кем ты в этом мире?